Сегодня у нас значимое достаточно событие для нашего города, и не только для города, и для культурной жизни. Поэтому добро пожаловать в магазин «Джем» Антон Давидянс. Очень приятно видеть вас в таком количестве. Я самый первый раз в этом городе, между прочим. Вообще самый первый. Был почти во всем мире, а вот в Днепре никогда не был. И такое количество людей увидеть безумно приятно. И вообще здорово. Спасибо вам большое. Еще я немножко... Я просто ехал на мотоцикле из Киева сегодня. Может быть, кто-то знает. Наверное, нет, никто не знает. Я должен был поехать на поезде, но почему-то решил поехать на мотоцикле. Да, и не учел немножко качество дорог, и поэтому я приехал немножко позже, чем планировал. То есть я планировал приехать вообще там типа два в три, плюс он у меня не заводился еще два часа. Причем какой-то день сегодня такой, поэтому я немножко еще не отдышался даже. И руки такие у меня скрюченные сейчас. Ну, сейчас все будет нормально. Начать я могу традиционно с какой-нибудь композиции, сыграть для вас композицию. Потом мы можем пообщаться. И вообще сегодня я хочу впервые опробовать новый способ проведения мастер-классов. Я хочу провести вроде открытого урока с любым из желающих. Кто захочет поиграть на бас-гитаре, мы можем поработать над какими-то моментами вместе. Я буду давать советы. Это кто захочет. Совершенно не обязательно. Я не заставляю. Начну я с какой-нибудь композиции. Сейчас я ее выберу и потом объявлю. Композиция, которую я сейчас сыграю, называется Мэтью Гаррисон. И посвящена она, собственно, великому бас-гитаристу Мэтью Гаррисону. Написал ее Герго Барлай. Это барабанщик, с которым я играю сейчас. Фантастический барабанщик из Венгрии. Живет в Лос-Анджелесе. Играет с такими монстрами, как Скотт Кинси, например, из группы Tribal Tech. И сейчас у него большой тур с Тони Макклпайном. С гитаристом кто-то знает, наверное. И у нас тоже будет большой... Ну, какой-то тур. Это от меня зависит, насколько он будет большой или маленький. В ноябре. И, кстати, может быть, получится привезти в Украину. Это тогда будет первый вообще мой проект. А? И в Днепр, безусловно, конечно. Я к тому и веду. В Киев и в Днепр. И Харьков. Хорошо. Договорились. Вот. Герго я обязательно привезу в ноябре. И сейчас сыграю композицию с его альбома сольного, который называется Мэтью Гаррисон. Спасибо. Мэтью Гаррисон. Мэтью Гарри. Мэтью Гаррисон. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот я очень часто получаю ноты, когда, допустим, почему я говорю фа, миноре, соль, диез, потому что часто в подобных композициях не стоят знаки при ключе из-за того, что тональности постоянно меняются, нет смысла ставить знаки при ключе, потому что каждый такт может быть модуляция. Но по факту это могут быть такие ноты. То есть это фа, ля, бемоль, рэ, бемоль, до, да? Но они могут быть записаны как фа, соль, диез, до, диез. До, например, или си, диез. Вот такие вещи я часто встречаю, это тоже отдельная история. Да, когда люди пишут компьютерные ноты, компьютер сам расставляет, он не знает вот этих правил написания. И очень часто сосуществуют в одних и тех же тональностях и диеза, и бемоли вместе. Вот, это очень неудобно читать, особенно тем людям, у которых есть классическое образование, как у меня, например. Потому что, ну, это один из примеров. Абсолютники как бы слышат ноты, и для них не важно, рэ, бемоли это или до, диез. Опять же, не все, есть очень грамотные абсолютники тоже. В общем, все очень по-разному. Но относительный слух иметь хорошо, и самое главное, его можно развить. Абсолютно с нуля. Есть еще вопросы? Не есть, что вам рассказать, конечно. Но я бы хотел послушать. Давайте. Кто в любом коллективе, в любом составе отвечает за тайм? Все. Класс. Отлично. Абсолютно точно. Не барабанщик и не басист. Ну, зависит от коллектива, естественно. Хорошо, давайте вы все спросите, а потом я отвечу. Каковы ваши будут рекомендации по поводу работы с самым этим таймом? Ага. Да, еще раз повторю. Очень нет такого, что на кого-то возложена большая ответственность в смысле ритма, а на кого-то меньшая ответственность. Например, у вокалистов часто происходит так, что вот как будто бы на них возложена меньшая ответственность. На самом деле они тоже должны очень хорошо, часто, не всегда, опять же, пожалуйста, не поймите меня превратно. Мои наблюдения. То есть, как бы принято, что басисты и барабанщики особенно рьяно и особенно тщательно занимаются ритмом. На самом деле ритмом, конечно же, занимаются все музыканты и обязаны заниматься все музыканты. Любой инструмент, даже треугольник или там, ну, что угодно, балалайка. Любой инструмент. Особенно если это ансамблевая игра. Да, конечно, не может быть такого, что барабанщик играет четко, метрономично, а остальные все плавают. Поэтому ответственность лежит на всех. Все должны этим заниматься. Просто, конечно, барабаны больше на себя обращают внимание, потому что это фундамент ритмический и бас тоже. Это фундамент гармонический и ритмический. Поэтому принято, что, да, вроде как, это более ответственные люди по ритму. Но это не так. Получается, что спихнут на ударника, да, все. Ну, тут поплынувший ритм, это не делает. Да, очень часто, кстати, бывает, что просто невозможно ничего сделать. Тоже у меня были такие ситуации, я играл в таких коллективах. Ну, бывали разные. Все вот к нему. Да, говорят, это ты, типа, а он ничего не может сделать, потому что всем, допустим, тянут. Пианист может тянуть очень сильно, вокалист может очень сильно петь назад, например. И он вынужден как бы подстраиваться для того, чтобы звучать все-таки как-то вместе, чтобы это был все-таки ансамбль. Он может, конечно, включить тупо метроном, и они будут отставать на полтакта, а он будет все равно. Ну, это будет алили, получается. Да. Ну, если, кажется, ну, когда есть какие-то расхождения, какой-то поплывший ритм, то все, получается, сводится всегда. Ну, как бы, классика жанра, все, а, вот ты, как бы, где-то что-то поплыл, и все, как бы, за тобой где-то тоже расхожулись. Да. Все сводится именно куда-нибудь, но я так понимаю, что это, ну, не совсем... Это совсем не, скорее, да. Совсем не. Это просто, как бы, снятие ответственности с себя и переворачивание на какого-то, как бы, ну... Да-да-да, совершенно верно. Я говорю, ответственность на всех лежит. В одинаковой совершенно степени. Вот. Как работать над ритмом? Это глубинный вопрос. Также очень глубинный вопрос, что такое групп. Это очень сложно объяснить словами, но, тем не менее, общие рекомендации всегда можно дать. Во-первых, конечно, нужно научиться играть ровно. Это очень-очень важно. Я могу продемонстрировать, кстати... Нет, сначала отвечу, потом покажу. То есть, сперва вы должны научиться попадать в метроном. Есть огромное количество упражнений, как заниматься с метрономом. Совершенно не обязательно. Это тоже, можно сказать, отдельная... Могла бы быть отдельная тема мастер-класса. Как заниматься с метрономом. Потому что вариантов такое великое множество, что очень сложно их все перечислить. Но я покажу вам некоторые полезные. Если кто-то не знает, наверняка многие знают. Потому что огромное количество школ сейчас. Очень много туториалов всяких среди басистов. Там Виктор Вутон показывает много чего. Самое, в принципе, неполезное, это особенно привыкать заниматься вот таким образом, когда очень часто у вас клики. Для того, чтобы играть простые фигуры вроде... Допустим. Это тоже хорошо, когда особенно вообще сильно неровно получается на начальном этапе. Но стремиться всегда нужно к тому, чтобы слышать клики как можно реже. Да, чем реже, тем лучше. То есть, например, чтобы играть вот такую историю, которую я только что сыграл. Это 42 будет. Нет. Так, значит... Ну да, можно вот в темпе 50. Когда вы слышите реже клики, это больше вас организовывает играть ровно. Это сложнее. Но это больше помогает развитию внутреннего времени. Это самый простой вариант. Следующее, что вы можете делать, представлять клики как слабые доли, как восьмые. Или как офф-биты. То есть, вторая, четвертая четверти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. 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 И стараться, чтобы это все совпадало, да? Следующий этап. Это можно представлять как шестнадцатый. Как, например, четвертая, шестнадцатая. Или как вторая, шестнадцатая. Тоже офф-биты, только в шестнадцатых. Это еще сложнее. Получается... Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. 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 То есть, вот. Понимаете, да? Все понимают? А-С-2-3-4, 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 А-С-2-3-4. То есть, этот клик у меня вторая шестнадцатая. Я его представляю как вторая шестнадцатая. Да? То есть, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Также ее можно представить... Этот клик можно представить как четвертую шестнадцатую. Например, будет... Раз. Два. Три. Четыре. Т-т-т-т-т-т-т. Ант. Т-т-т-т-т. Ант. Т-т-т-т-т-т. Ант. Т-т-т-т-т. Ант. Ант. И так далее. Нет, не так далее. Давайте еще что-нибудь. Например, мне понравилось... Вот это упражнение показывал Виктор Вутон. Вы играете... Большая часть вас, наверное, знает, что такое двенадцатитактовый блюз, да? То есть, не обязательно это сейчас сильно разжевывать. Я просто на примере двенадцатитактового блюза покажу упражнение, которое показывал Виктор Вутон. И оно мне очень понравилось. Он ставил клики, представлял клики раз в пять четвертей. То есть, клик звучал раз в пять четвертей, в четырех четвертых тактах. То есть, раз в пять нот. Сейчас я покажу, что это такое. Так, он заблокирован. Пороли, не знаю. Ага, спасибо. Так, значит, будет... Мне самому сложно въехать, кстати. Так, спасибо. квадрат у меня происходит нормальный на 4 а клики звучат то есть первый так будет клик в первую четверть во втором такте он будет во вторую четверть в третьем такте будет в третью четверть и так далее пока не сойдется в пятом такте опять снова такое упражнение очень классно чем реже тем лучше но сейчас я вам покажу кое-что из вообще сложные штуки наверно не все поймут но я тем не не покажу мне очень понравилось это упражнение она действительно уже сложная представим сначала покажу с метроном просто не все звучат а все есть делим так на восьмые триоли в каждом 4 4 такте получится 12 8 3 волей да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да раз 2 3 4 1 2 3 4 далее группируем эти триоли по четыре ноты и делаем акценты в каждой четверке то есть на каждую сильную долю из четырех то есть акцентируем одну первую ноту из четырех в группе на то есть вот вот было 3 воли отрывали почти будут 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 но это далеко еще не все это только введение в упражнение и вот что предложил один барабанщик педагог он представляет для того чтобы заниматься представьте насколько это насколько он далеко ушел в каждом такте получается всего три акцента больше быть не может если мы группируем три воли по 4 то есть вот так 4 4 1 2 3 4 так 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 всего три либо сейчас я пропивал начиная с сильной доли первой четверти с 1 8 триоли первой четверти можно начать со 2 8 триоли первой четверти то есть это будет как так 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 раз так 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 раз так 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 то последний клик совпадает ровно с 4 долей и также можно начать с 3 8 1 четверти будет 3 4 так 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 раз так 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 вот что он делает соответственно мы просто ставим опять до прошу прощения нужно выставить три четверти попробуйте так позаниматься если запомните но потом это же записывается потом посмотрите еще раз супер полезно упражнение очень сложное но она еще лучше развивает время потому что потому что она сложная потому что нужно в этой вот в этих условиях себя как бы держать никуда не убегать тогда мы ставим три четверти в метрономию и будет клики у нас будут так 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 посмотрите раз два три четыре раз два три четыре так 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 1 2 3 4 раз два три 4 даже олег напряг 3 4 1 2 3 3 4 так 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 раз два три четыре он играет он играет просто shuffle и вот эти клики должны совпадать то есть это может быть доски нет или чего такого чтобы всем было понятно еще раз что я делаю в четырех четвертях есть 12 рель 3 3 3 3 в каждой четверти по три триоли мы просто обводим как бы скобкой группируем по 4 эти триоли и у нас акценты приходится на разные доли уже теперь вот очень медленно еще раз раз два три два два три три четыре то-то-то-то так это раз то есть 33 ноты в одной четверти мы добавляем всегда одну еще триоли соответственно получается у нас смещение в первой четверти у нас звучит 1 3 8 во второй четверти звучит 2 8 3 в 3 4 3 4 3 4 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 раз да да на одну ноту больше да соответственно еще раз то есть я повторяю можно начать не с первая со второй будет 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 и так далее и он просто сейчас попробую с этим метроном что не поиграть так так нет так 1 2 3 4 1 2 3 шаффл а по сути а по сути это 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 более непонятно всем или кому-то сильно непонятно вот это сложная довольно история да еще то есть что еще можно сделать как я уже говорил начать можно со второй триоли в первой четверти будет так раз раз два три четыре раз два три четыре КАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАК Так, так, раз, так, 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 раз, два, три, четыре. И третье. Три, четыре, раз, 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 два, три, так, 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 так. Вот, это я показал вот только некоторые варианты того, как вы можете работать с метрономом, а их гораздо больше. Дабы не превращать мастер-класс только в это, мы, в принципе, можем еще о чем-то поговорить, потому что тем очень много. Но просто поищите, то есть мои рекомендации в заключение, что я хотел бы сказать. Играйте как можно реже вы должны слышать клики. Если совсем не получается, допустим, у кого-то на начальном этапе, слушайте их часто. Но стремитесь к тому, чтобы в итоге играть с очень редкими кликами, потому что именно это будет выравнивать вашу игру со временем. А если, чтобы были длинные промежутки между нотами, да, чтобы это не было вот так вот. Если, допустим, размер четыре четверти, и вам нужно восьмой играть. Некоторые ставят прям так-ка-ка-ка-ка-ка на каждую восьмую. И по поводу грува, вот когда вы научитесь ровно играть, вот тогда только можно будет приступать уже к каким-то таким вещам, как дыхание, опережение, запаздывание, игра вперед, игра назад и так далее. Потому что грув грувит и звучит хорошо только тогда, когда он звучит одинаково. Вот в чем дело. То есть это должно быть одинаково всегда. Каждый такт должен быть одинаков. Одинаковые расстояния между нотами. Потому что если это не одинаково, это называется неровно. Вот в чем дело. Очень важно. То есть если даже вы оттягиваете, допустим, играете что-то. Вот сейчас я играю ровно. А, могу играть так. То есть я играю чуть позже. Но я играю чуть позже одинаково всегда. В одном и том же месте. Вот к этому нужно стремиться. Поэтому сейчас очень появились серьезные барабанщики, которые играют такие как бы кривые биты. Наверняка многие из вас знают. Черные в основном ребята. Они играют там какой-нибудь Нейт Смит, его зовут, барабанщик фантастический совершенно. Вроде кривые биты, но они всегда криво одинаково звучат. Вот в чем дело. И поэтому они звучат очень круто в итоге. Вот. Это очень сложно. Это гораздо сложнее, чем играть просто ровно. Идеально ровно, как метроном. Но это очень здорово. Что-то, что-то остальное в Микитах. Но запасно здесь отлучение столетников они играет в Микитах. Ну да. Для понимания. Если он тебя смотрит, то он на них ориентирует? На клик, который он играет в Микитах. Нет, он просто играет с такими, там не нужно ни на кого ориентируется. У них у всех есть метроном внутренний, да, скажем так То есть никто ни на кого не полагается Каждый полагает сам на себя Потому что каждый из таких, в смысле, серьезных ребят Они очень, очень знакомы с тем, что такое метроном И очень много этим занимались Поэтому там нет такого, что я буду оттягивать, полагаюсь, типа на басиста, который будет железобетонный какой-то Это как бы априори, это по умолчанию Ну да Ну да Каждый этим занимался просто индивидуально изначально И потом они, когда собрались, уже вместе То есть есть какой-то идеал В смысле, собственно, то, что я сейчас вам показывал Нужно стремиться вот к тому, чтобы быть способным играть ровно и одинаково ровно Вот, и каждый этим владеет Это и есть фундамент Вот, и потом уже на этот фундамент нанизываются какие-то такие украшения Ну не совсем, нет Сложный немножко вопрос Но у хороших музыкантов, как правило, метроном все-таки один Вот немножко ощущение времени, скажем Это сложно объяснить Я плохо такие вещи объясняю, потому что я их слышу и хорошо А словами их сложно объяснить Ощущение времени, скажем так, у каждого свое Но метроном у всех все-таки один Потому что все занимаются под один и тот же метроном И привыкают к одинаковым промежуткам между нотами Вот, скажем так Все, там, Дэйв Вейкл, Денис Чемберс Калают, они все играют под один и тот же метроном И уже у них разные стили и немножко разные ощущения времени Но занимались они под одно и то же Поэтому есть некий общий фундамент, который, собственно, и является метрономом Метроном, вернее, является вашим фундаментом Вот Да, да, да Да Верно Да, совершенно верно Вот Кто-то хочет поиграть? Я могу сейчас Да, отлично Супер Сейчас мы сделаем Сейчас я вам немножко расскажу Про то, чем мы сейчас будем заниматься Большинство, наверное, знает, кто такой Гарри Виллис Это великий басист Из группы Tribal Tech И он создал недавно Очень классное Учебное такое обучающее приложение Которое называется Groove Day Что значит Гру в каждый день Гру в день, вернее Вот Идея такая, что Я сейчас покажу Большинству, наверное, будет видно В принципе Они записали с Герго Барла И с Барабанщиком Просто 365 грувов На каждый день Такая вот идея И каждый Ну, это, конечно, и бизнес тоже То есть вы должны покупать эти грувы Но я их Я выпросил у него их бесплатно Для себя Потому что я, в свою очередь, ему скоро буду записывать видео на эти грувы поверх Это для того, чтобы Больше прорекламировать это приложение И я попросил у него разрешение Непосредственно Это не то, что я там под шумок делаю Я говорю, можно я буду использовать это в своих мастер-классах На своих уроках Потому что потрясающий материал Они записали супер качественно Огромное количество рисунков Различных В разных темпах В разных стилях И это звучит очень-очень круто И он говорит Да, конечно, можно В общем, он мне разрешил Поэтому Вот сейчас второй раз, когда я это использую До этого я давал семинары в Самаре Недели три назад С Герго Барлой, опять же Кстати Вот И это очень классно Очень хорошо себя показало Это приложение И мы им сейчас можем позаниматься Чуть-чуть Так Значит Подвисает немножко Я просто хочу показать сперва Как это выглядит всем Ну Мало Не видно, да, особо? Сейчас Вот В общем Тут такая история Тут Вы можете выбирать Два раздела есть Практис И И видео В разделе практис Вы увидите ноты С тобой Даже Но это звучит как Миди Да вот Вот этот айфон Включить, конечно Ладно А Вот так Да, вот Так мы и сделаем А А есть Видео Где они играют У меня это все в хорошем звуке есть в компьютере Я сейчас это поставлю Я просто хотел показать немножко Вот Вы можете здесь камеру выбирать Если вы захотели посмотреть на правую руку басиста Смотрите на правую руку басиста Налево Вы можете посмотреть руку И так далее Это в принципе не так все важно Самое важное Что здесь есть миксер Если вы хотите заниматься Вы просто берете Убираете бас Остается только барабан Или наоборот Если барабанщик Остается бас С кликом Вот У меня есть эти все То есть я с телефона сейчас ничего запускать не буду У меня не все есть Я запущу с компьютером А Вы будете играть Собственно Их сейчас А я буду править Если это потребуется Конечно Так Вот как это звучит Вот самый первый Первый день Первый января Было выпущено И чем мне нравится это приложение Оно очень практичное Оно записано очень хорошо И оно записано лучшими музыкантами мира Коими Герга и Гарри являются И очень классно под него заниматься Гораздо интереснее Чем заниматься Под метроном Хотя метроном тоже очень полезно И нужно Но так как бы больше музыки И солисты могут поверх этого Соло играть Что угодно Что я и буду делать Скоро в видео Да и под конец Гарри Греев всегда развивает Риф Простой риф Он наваливает больше нот Каждый риф Очень сильно развивается К концу Во всех Из этих 365 игру Чтобы заниматься Соответственно Мы ставим просто А? Да Потом вариации Скажем так Да Да То есть он Он начал Ну вот я сейчас покажу Да От простого к сложному Совершенно верно Вот это просто барабаны Я поиграю то что было записано И потом Ну и естественно Совершенно необязательно играть Именно эти рифы Просто это как пример Вот Их очень много разных Например Мне очень нравится Сейчас я покажу Который вызвал проблемы Вот у моих учеников в Самаре Потому что он довольно такой Хитрый Сейчас покажу Да Вот смотрите Что происходит Все понимают где раз Или не все Сейчас уже проще стало Потому что Герга начал играть Вторую четвертую явно Не всегда Если кто-то не понимает Чтобы не мучить Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Здесь фишка в том Что почти всегда Они играют Одну восьмую До сильной доли Следующего такта До первой четверти А А И А И Три Четыре И А Три Четыре И И начинают с этого Сейчас я еще раз поставлю Сначала Два Три Четыре Два Три Четыре И это происходит Раз в два такта То есть двухтактовый Паттерн Не одна тактовая Двухтактовый Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Сейчас я поиграю То же самое Барабанами Восьмой Восьмой Синкопус Еще Наверное Два Три Четыре Очень важно Когда я занимаюсь Всегда стараться Приходить в нее Чтобы я не играл Внутри Синкопус А Не попал Ну и с лэпом Тоже Слава Опять не попал Два Не попал Вот Классное упражнение Очень хорошее Ну давайте попробуем С вами Да Собственно Да прямо Можете вот этот Баз Взять Да и все Четырех Лучше Да Удобнее будет Да Можно я думаю Можно четырех Орган Да Ага А можно вдвоем Даже включить Да Супер Сесть хотите Конечно А Где тоже 8600 Полустой Сейчас мы Попроще Что-нибудь Да возьмем Совсем Хочешь Хорошо До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров потому что это шаффл а шаффл это часто проблема управлять если нужно будет шаффл чуть сложнее дается обычно чем ровно же пульсация 16 постою я пожалуй что я просил своих учеников когда в самаре вот этим мы занимались я просил их конечно находить ноты самим то есть старался не подсказать если совсем уж не получалось туда и подсказал поэтому сейчас попробую сделать вот все так как я делал тогда особо без подсказок пока не не будет такой необходимости острый а сначала сначала надо послушать еще раз послушайте сейчас звучит то что он играет внутри это не так важно самое важное это так это вот эти ноты лучше как бы здесь у нас задача снять опять же не обязательно снимать можно играть вообще все свое но задача снять сейчас это нужно вот отлично да нормально попробуйте сделать там где-то ага теперь с барабанами сейчас я барабана хочу нормально звучит кстати уже 1 2 3 4 очень хорошо я могу сказать очень хорошо очень ровно попробуйте теперь более явно играть вот эту фа чуть-чуть сейчас я покажу вот так что он там столкнув вы вы у вы 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 в смысле ритма, потому что он так ломает, что вообще вылетают все, все вылетают, любые грейты, там Скотт Хендерсон вылетает, он мне сам говорил, говорит, я вообще не могу с ним играть, я ничего не понимаю, потому что он играет сложнейшее смещение, плюс он играет всякие квинтоли, септоли, очень сложные комбинации, гораздо сложнее, чем секстоли и квартоли, ну 16-й, да, вот, Герго, в принципе, делает все очень просто, он все смещает в 16-й пульсации, то есть играет разные просто синкопы, разные акценты, но все это исключительно 16-е и триоли, то есть довольно простая игра, и она не должна сбивать, вот к этому надо стремиться, а он это делает, естественно, для интереса, чтобы не играть все время одно и то же. Для начала, что я всем бы рекомендовал, это очень сильно помогает, очень важно понимать, что вы играете, что именно вы играете, в каком месте такта вы находитесь, я часто об этом говорю на своих мастер-классах, повторю с удовольствием еще раз, потому что это действительно очень важно, очень важно, слух это очень хорошо, когда он есть, и опять же, он развивается, но только на слух порой полагаться довольно, это не очень надежно, особенно, опять же, когда играете с Virgil в донате, например, на слух нельзя полагаться, потому что он точно подведет, нужно точно знать, что происходит, где именно, в каком месте такта вы находитесь, например, вот в этом, вот давайте разберем, собственно, что происходит в этом рифе, какие первые ноты, какие-то длительности, вот я спою еще раз, 3-4, 3-4, окей, вот давайте поймем, что это такое было, попробуйте, я-то знаю, что это, верно, да, а куда, где она находится, правильно, очень хорошо, но уже хорошо, хорошо, что понимаете, окей, после этой восьмой на 4, что происходит дальше, нет, к сожалению, нет, да, дело именно в этом, 3-4, частично верно, на 50%, это правда, но там еще что-то есть, Нет, можно залеговать, конечно, но дело не в этом. Последнюю можно залеговать, но это несущественно в данном случае. Существенно то, что там две шестнадцатых в первой четверти, третья и четвертая. Нет, я имею в виду в самом начале рифа. Раз, два, три, четыре. Раз. То есть, по сути, вам нужно запомнить две принципиальных вещи здесь. Это четвертая в четвертой четверти, вторая восьмая в четвертой четверти, последняя восьмая в такте и две шестнадцатых в первой четверти, а не третья и четвертая. Третья, четвертая, шестнадцатая в первой четверти. Очень важно всегда именно проговаривать это. В какой четверти что происходит. Очень важно, потому что я тоже могу рассказать про некоторые упражнения на понимание того, где вы находитесь в такте. Тоже я показывал. Кто-то, если видел мои мастер-классы, может быть, узнает это. Я и Вутон, опять же, это показывал. У него очень хорошее упражнение по поводу ритма. Добавлять в каждом такте по одной шестнадцатой. Не пробовали так делать? Допустим, я могу сейчас простой, собственно, герга поставить рисунок и показать на этом примере. Смотрите, что можно делать. Три, четыре, как-то. Вы знаете, что я делаю? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, Раз-два-три. Раз-два-три-четыре. 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 Я добавляю в каждом такте, за каждым следующим разом, по одной шестнадцатой. На одну больше. Это хорошо запоминать, что вы играли в предыдущем и что вы собираетесь играть в следующем. Это помогает ориентироваться в пространстве. И теперь у меня нет проблем. Допустим, я выбираю себе, я хочу сыграть, например, первую долю. Сейчас он уже доиграет, я поставлю сначала. Допустим, ставите себе задачу сыграть. Вот первую долю сыграть, самую первую ноту. Это может быть восьмая, четверть или шестнадцатая. Но главное на первую. То есть три-четыре-а ее сыграть. А потом вы можете что угодно себе придумать. Допустим, последняя шестнадцатая в четвертой четверти и вторая шестнадцатая в первой четверти следующего такта, например. Как вам такой вариант? Смотрите. Я могу выбирать это, чередовать. Три-четыре. 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 А-а-а. Вот. Тоже не будем сильно зарубаться. Я просто показываю, какие упражнения хорошо бы поделать. Или, еще раз, сначала я просто поиграю больше, чем много говорю. Давайте я поиграю. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я себе ставлю разные задачи. До этого первое, что я сделал, я играл последнюю шестнадцатую в четвертой четверти. Потом я играл вторую шестнадцатую в первой четверти следующего такта, как вариант. Вот. Это все, эти упражнения призваны помочь вам ориентироваться в такте, понимать, где именно вы находитесь. Вот к этому я призываю всех. Это очень важно. И тогда не будет потом проблем, что, ой, я не запомнил, типа, что-то сейчас я не чувствую этот ритм, я его забыл, или что-то сейчас не идет. Вы точно будете знать. То есть я часто, я, например, запоминаю огромные объемы музыки, и не всегда я запоминаю даже музыкально, потому что их настолько уже много бывает. И я тогда запоминаю какие-то особо сложные вещи ритмические. Мне сперва нужно понять, что там происходит. Вот я могу поставить сейчас классный пример из Двёрджуал Донати, кстати. Сейчас, секундочку. Сейчас. Если это здесь у меня, конечно. Конечно. Так, музыка. Да, есть эта вещь. Это его альбом «Предпоследний». «Invest Life» называется. Там есть один риф. Мы эту вещь просто с ним играли. Очень хитрый риф. Сейчас я его поиграю для вас. Он идет на барабанное соло. Позволю себе немножко похвастаться по поводу предваряя этот риф. Мы недавно с ним играли в Ирландии. Мы целую неделю тоже давали там мастер-классы с Донати. Это было когда-то в июне. Или в июле. Я уже все у меня перепутал. В июле. И мы играли эту вещь тоже на концерте после всех этих мастер-классов. У нас был такой отчетный концерт всех учителей, которые там были. Мы играли эту вещь. И я был единственным, кто держал этот риф. Обычно его еще играет гитарист. А гитариста у нас не было, который его знает. Вот. Я был единственным. И он, Вёрджилл, мне потом сказал после концерта, что... Точнее, ровнее меня его никто не держал. Всех басистов, кто с ним играл. Мне было дико приятно, потому что он играет с супер-монстрами. Там Антони Кроуфорд с ним играет. Иван Мэрин и так далее. Говорит, что вот ты, типа... И мне было приятно, да. Но почему? Потому что я именно понимаю очень сильно, что происходит. Ритмически. Сейчас я просто объясню этот риф. Потому что он очень сложный. Сейчас... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, казалось бы, это, наверное, очень сложно по слуху сыграть, да? Или нет? Или легко? Наверняка многие из вас не знают, где здесь был раз, я полагаю. А? Да, давал. Иначе невозможно. Просто я бы сдался. У него все выписано. Он же пианист еще. Ты слышал, как он играет, кстати? Слышал? Он играет типа Равелли, Дебюси и всяких вот таких композиторов. Очень серьезно. Вёрджил еще пианист. Его первый инструмент, ну, вместе с барабанами, он еще занимался на фортепиано. У него был очень злой русский учитель, он мне рассказывал. Он на него орал. В Австралии. Потому что он в Австралии родился. Но русский и очень злой. Но Вёрджил очень это помогло сочинять такую сложную музыку. То, что он владеет фортепиано очень серьезно. Объясняю этот риф. Сейчас я посчитаю, пожалуй, вместе с записью. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Кстати, я не знаю, где... Там, видимо, не везде четыре четверти. Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре В общем Теперь я его поиграю с метрономом, наверное А? Везде, не, везде четыре четверти, да Правильно Сейчас я его Да я, наверное, включу Не обязательно уходите, мы сейчас продолжим На самом деле Сейчас я только вот это, это лёгкое отступление А ну, кстати, можно помедленнее показать Раз, два, три, четыре Неправильно Раз, два, три, четыре Раз Это был вперёд Когда я сказал раз, тогда следующий пошёл Раз Раз Третий пошёл только То есть он очень длинный Очень длинный, но я знаю точно, что происходит Я знаю, что тут раз Кадан Раз Кадан Кадан Я знаю, что во второй доле у меня Вторая, третья три воли И я это знаю точно И поэтому я никогда не согну Даже эти... У меня в голове это значит А, да, да, да. Кадаб. Есть способ, например, в общем закольцованном ритме выделять какую-то кусок, который ты постоянно готова. Да, можно. Чтоб поймать себя. Да, можно частенько например, кольцевать очень полезно. Согласна. Вот лучше, если играть вторую, третью. Сейчас побыстрее поставлю. Будет пойти, мне звучать. Вот это, примерно так. Вот момент. Раз. Здесь есть просто вторые три валера. Кат, 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 кат. Их надо очень точно попадать. Чтобы не подпадать. Точно. Это было отступление. Это я к тому, что вот такие рифы на шару не играются. Очень сложно. Кто-то их играет, но есть шанс вылета. Даже гитарист, который с нами играл, Андре, вот он больше слухач, и не всегда это ему помогает. То есть бывали моменты, когда он просто слетал. Просто потому, что он привык по слуху. Хотя он фантастический гитарист, нереальный музыкант. Вот. Но очень хорошо перестраховаться лишний раз. И точно знать, что вы играете именно. То есть разобрать. Если это очень сложно, прямо написать себе ноты и понять, где что находится. Вот. Это то, на чем я всегда хочу сделать акцент. Так, поехали дальше. Все-таки вот этот риф давайте сыграем. Освоим. Да, да, да. Ничего, сейчас мы вспомним. Три, четыре. Три, четыре. То есть здесь самое главное. Вот так. А, папа. Вот это надо сыграть. Главное. Ту-ку-ту-ку-ту-ту. Папа. Хорошо. Та-дан. Ку-ту-ку-ту-ку-ту. Та-дан. Ку-ту-ку-ту-ку-ту. Опять. Отлично. Оп. Оп. Можно на ты, да? Попробуй сделать какое-нибудь заполнение. Но главное прийти в восьмушку. Три, четыре. Од, два, три, четыре. То есть играешь риф. Вот что я. Что бы ты ни играл, самое главное прийти. Что бы ты ни играл, самое главное прийти. А для этого надо знать, что ты играешь. И надо понимать, что нельзя налезать на это. То есть это место этой ноты, место этой ноты в последней восьмой, четвертой четверти. Так-то. Поэтому можно играть все что угодно. До. Но это надо сыграть. Да. Все. Конец. Супер. Ну, очень хорошо. Еще сыграм какой-нибудь один, два. Один, наверное. Потому что надо постараться всем как бы угодить. Так. Что это? А вот хороший. Отличный. Очень много. Вот четвертый и шестнадцатый я сразу слышу. Все. Девятнадцать. Один, два, три, четыре. Вообще все. Ну да, кроме четвертой, правильно? Он играет там внутри просто. Это ми бемоль, но неважно. Ты можешь играть все что угодно. Просто идея, чтобы такая была. Дай попробуем с барабанами, да. Ноты не имеют значения. Сейчас. Девятнадцать. Поехали. Раз, два, три, четыре. Тюм. 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 Самое главное. Вот этот цикл. Три. А все остальное? Или, ну неважно, что такие ноты. Или так. Отлично. Отлично. Очень хорошо. Игрateful. Играйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можем немножко разбавить вот эту всю нудную часть И да, я бы хотел пригласить потрясающего пианиста Олега Полянского Это, кстати, человек из Харькова, но познакомились мы в Таиланде непосредственно, в Паттайе В городе, который является центром секс-туризма Кстати, но совершенно мы по другим делам там были А еще мы с Олегом, кстати, он меня пригласил в такую страну, кто не слышал, Эритрея, кто не знает? Вот наверняка мало кто знает, что это такое Вот Олег меня пригласил в такую страну Мы с ним летали на гастроли в Эритрею Это африканская страна Между Эфиопией и Суданом Находится Сыграем композицию Майл Садевиса, да, правильно? Это его песня? Солар называется Олег Майл Садевис 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Мне предложили мне предложили! Добро пожаловать в наш канал! 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 черных барабанщиков, которые играют как Калаюто, но при этом нет белых, которые играют как Эрик Мур. Спасибо. Еще маленький вопрос. Как вот на Западе относятся к такому мнению? То есть они вообще так не думают, да? Просто у нас очень распространено. Да, у нас вообще столько всего распространено, чего не распространено абсолютно больше нигде. Я имею в виду на Украине и в России. Очень много всяких. Особенно, вот кстати, Олег, опять же, вот тебе отдельный thumb-up за то, что ты написал что это чисто наше понятие фирма и совок. Вот такого реально нигде в мире больше нет. Олег просто пост недавно написал как раз, что действительно вот это фирма, типа вот это вообще фирма, а вот это вообще совок. То есть вообще нет таких понятий абсолютно ни в одном языке мира. И мало того, что их нельзя перевести, нет в принципе такого именно понятия. То есть в Америке или в Европе что такое совок, а что такое фирма. Типа есть просто хороший музыкант, а есть не очень, вот и все. Это именно, да, наша терминология такая, уникальная совершенно, присущая бывшему Советскому Союзу. Ну да, кстати, эстрада, да, да, точно. Точно, я не думал, кстати, об этом. Да, я даже учился в таком училище, эстрадно-джазовое искусство. Эстрадно-джазовое искусство, да. Вдуматься-то вообще, а? Вообще странно звучит, да. Потом шансон туда добавят еще. Скоро. Это скоро станет классикой просто, я думаю, уже в России. Уже будут преподавать. Есть, кстати, приколы, знаете, да? Типа музыкальная литература 21 века, там типа Билан, там Шевутинский. Типа не Римский Корзаков, там Рахманинов, а вот такие ребята. Да, музыкальная литература именно 21 века России. Да. В общем, да, я не делю, короче, абсолютно. Все музыканты фантастические. Да, и огромное количество музыкантов появилось сейчас по всему миру. Вообще уже где угодно они появились. За счет интернета, 100%. Именно и благодаря этому. Теперь везде умеют играть. А раньше умели только в Америке. И частично в Европе. В той Европе, которая сильно контактировала с Америкой. Там, например, Голландия. Потому что у них порт был огромный. В самом большом мире. Или в Польше очень сильные были джазовые музыканты. Например. Давно, в смысле. В 70-е годы. 60-е, 70-е. В России подавно ничего такого не было. И здесь тоже ничего такого не было, да? Вот. А теперь, из-за того, что есть интернет, это есть теперь вообще везде. Появилась там, наверняка кто-то из вас знает, Махини Дэй, басистка из Индии. 20 лет девочке. Вот как вообще такое может быть? Такое уникальное. Из Индии и девочка, и 20 лет. То есть такое сочетание невероятное. Чтобы она так играла. То есть она одна из лучших бас-гитаристок мира. Совершенно точно можно сказать. Такого раньше тоже не было. Не бывало такого. Не случалось. А теперь случается. Так что в Европе везде есть. Я могу в каждой почти стране назвать огромных, ну не огромных, а некоторых музыкантов. Из Франции могу назвать 10 смело просто. Таких мирового уровня. Там Домиен Шмидт из барабанщиков. Николя Викаро тоже барабанщик. Пако Сери барабанщик. Но я сейчас по барабанщикам проходился. Доминик Ди Пьяцца, Адрин Ферро. Ричард Бонна тоже жил в Париже очень долго. До Нью-Йорка. Вот Доминик и Адрин. Потом еще один парень, Роман Лабай, его зовут, появился. Он сейчас со Скоттом Хендерсоном играет туры. Француз тоже. Я с ними со всеми общаюсь. Все классные ребята и все потрясающие музыканты. В Испании есть. Да везде, почти в каждой стране появились монстры какие-то, которых раньше не было. Так что сейчас мир настолько изменился. И из-за того, что теперь глобальная информация есть у каждого, ты можешь сидеть в Иркуте и в принципе научиться играть. И стать одним из лучших музыкантов мира. Или на Чукотке. Где угодно вообще. Там, где есть интернет-соединение, все возможно теперь. Нет, это нереально. Объясню. Потому что мастер-классы смотреть... Вот даже смысл моего мастер-класса, например, моих мастер-классов, в том, чтобы... И вообще любого мастер-класса больше, чтобы промотивировать человека что-то делать новое. Чтобы вдохновить его. А многие начинающие музыканты смотрят мастер-классы как источник знаний. Но это не является источником знаний, потому что это ничто. Ни один мастер-класс не даст ничего, по большому счету, из информации. Вот даже то, что я рассказываю, это одна малюсенькая крупица в мире, в этом бездонном океане музыки вообще. И информации. Они и не нужны. Я сейчас объясню. Просто вы, наверное, не знаете мою точку зрения на этот счет. Я считаю, что школу вообще запретить себе сжечь и выбросить. Если честно. Потому что большинство, не все, но... Просто это как бы путь для ленивых, я бы так это назвал. Потому что невозможно ни по какой школе научиться хорошо играть. Ну вообще серьезно владеть инструментом. Единственная школа, все об этом говорят. Я об этом говорю, и все фирмачи об этом говорят. Фирмачи. Да, опять же. Не совки, а фирмачи. Совки так не говорят. А фирмачи говорят следующее, что единственный источник знаний это прослушивание огромного количества музыки. И анализ. Съем, анализ. Все. И больше ничего. И общение с хорошими музыкантами. По возможности. Если есть такая возможность. И по возможности желательно стараться играть с теми, кто сильнее тебя. Это тоже очень сильно провоцирует, стимулирует на развитие. Я знаю, что у многих нет такой возможности. Но если она есть, это хорошо. Если нет, ничего страшного. Всего можно добиться при должном упорстве. и рвении, старания. Вот. Пожалуйста. Да. Это давно, кстати, было уже. Последний раз мы играли вообще года два назад. А с другими гитаристами в этой компании вы не планируете? В ближайшее время, не знаю. Я что-то по барабанщикам начал проходиться. Мне они так понравились. Особенно Герго Барлай. Мы с ним еще подружились. У нас классный бэнд образовался. Гитариста. За Гатри Гованом я бы с удовольствием поиграл, пожалуй. Но Гатри Гован не будет со мной играть. Не потому что я плохо играю или я ему не нравлюсь. Ему просто не нужно. Потому что он очень востребованный. Очень раскрученный сейчас. И слава богу, я очень за него рад. С группой Аристокрации. Ему просто... Ну, я мог бы его пригласить. Но я, во-первых, попаду, как обычно, на несколько тысяч долларов. Потому что даже он не соберет. Ну, вот я в Москву часто привожу. А другие города я даже вообще не рассматриваю уже. Потому что там приходит 40 человек, обычно 50. Поэтому мне дико приятно, что вас только здесь на мастер-классе. Это прям очень круто. Но, возможно, вас здесь только, потому что у вас не очень часто подобные события происходят. Именно. Я полагаю, да. А в Москве все зажрались. Очень много всего происходит. И в Питере тоже. В Питере вообще всегда самые провальные концерты у меня происходят. Бывают. Да. В общем, я боюсь попадать. Поэтому Гатри, например, я вести не буду. В этом году или в следующем в Днепр привезти свой бэнд? Один из своих. Или Федора Досумова или с кем вы? Федора Досумова привезти невозможно, пока он не закончит свою карьеру с Григорием Левсом. Секантов, с которыми вы играете, ну, именно в Днепр тоже, по желанию. Я очень хотел бы. Если вы вот придете, вот столько вот. Придете очень много. Придете, да? Все, тогда ведем. Уренко Балатова. Не, если я приеду в Киев, то, конечно, мы и в Днепр приедем. Это вообще без проблем. Да. Женя. Ну, вот из моих проектов я хочу Герга Барлай привезти. И там просто венгерские ребята, там венгерский гитарист Майк Готхард, да-да-да. И Даниэль, пианист там, очень крутой тоже. Вот я хотел этим квартетом. А с Женей тоже надо приехать как-нибудь. С Женей мы много играли, на фестивалях джазовых играли. Он мне, кстати, звонил сегодня, пока я сюда ехал. Мы очень дружим с Женей, варом. Вот. Посмотрим. Я не знаю, кого я буду еще привозить. Это очень непросто, к сожалению. Но очень хочется это делать всегда. Как вам концерт? Вы отыграли недавно с Муренко и Балатова. Это уже второй раз. Да. Это Карибен Куан. Да. Как ощущения? У вас есть желание сюда развивать в правильном направлении? В городах, как бы, Днепр, Одесса? Да, мы бы с удовольствием. У меня нет контактов особо. Я здесь никогда своего ничего не делал. Это вот первое, наверное... Ну, кроме концертов с Саней Муренко. Вообще мой первый мастер-класс на Украине, по сути. А в Киеве тоже ничего никогда не... Вот сейчас у меня в Киеве будет тоже мастер-класс, кстати, 27-го числа. Вот. Это первый мой мастер-класс здесь. И с Муренко было всего два концерта. Мне очень хорошее впечатление. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Сейчас закончу. Очень хорошее впечатление. Опять же, очень много людей пришло. Это дико приятно. В Киеве пришло больше людей, чем на наш первый концерт, который два года назад прошел. В то же время примерно. В том же клубе. Раза в три-четыре, наверное. Просто полный был зал. Очень это было приятно. Это редко бывает теперь, к сожалению. И это было. И это здорово. Хороший был концерт. Ну, то есть я недоволен своей игрой, как всегда. Но это ничего не значит. То, что у меня в голове творится, это вообще... Да, желание огромное. Очень большое. Я вообще, я кайфую здесь. Мне очень нравится. Там вопрос, да, был? Да. А подскажите, вот вы сказали, что вы предпочитаете мониторы напольные, да? Да. Я хочу на это перейти. У меня очень просто индивидуальный момент. Я однажды попробовал, и я понял, что у меня вообще... То есть вот момент связан с тем, что любое проникновение в мой организм извне, оно для меня жуткое просто. То есть я не могу, когда мне куда-то что-то... В общем, вы поняли. Вообще не могу, то есть совсем. То есть включая уши и все остальное. Вот. Да, вот просто... То есть я там не боюсь боли, например. А вот этого я... Это какая-то фобия у меня. Я не могу, когда мне проникает глубоко что-то, а там нужно, чтобы глубоко проникало. Я попробовал один раз, у меня не получилось вообще. Не понравилось. Вот. Но я хочу попробовать еще, потому что... Может, я себя все-таки заставлю. Потому что, конечно, это самый лучший вариант, безусловно. Это самый удобный, самый точный, самый комфортный. Лучше детальностью, точностью. Потому что мониторы все равно нихрена не слышно. В мониторах тоже. Ничего никогда не слышно. И все очень громко всем. А ничего не слышно. Ясности нет. Хотя... Зато единственный момент, которого нет в E-NR-ах, это то, что не будет того ощущения как бы лайва и такого вала и кача. Вот. Такого количества звука огромного. Но это дело привычки. Я привык, например, именно в линию играть. Я дома занимаюсь просто в мониторы. У меня вообще маленькая колоночка JBL Extreme. Ну, она такая... Самая большая из JBL-ей, вот этих переносных, портативных. Звучит прекрасно. Вот это мой комбик. И мне он очень нравится. Мне вообще ничего больше не нужно. У меня маленький компьютер, вот такой вот. Air 11, Duet, Apogee Duet 2 и маленькая колонка. Это весь мой сетап, который я всегда с тобой беру. Вот в такой маленький рюкзак это помещается. Мне не нужны никакие комбики и аппараты. А? Вот я говорю, Apogee Duet. Она вот такого размера. Малюсенькая. Да-да-да. Такой валик там. Да. Кругляшок. И все. Да. Я так записываю басы, и все довольны. Прям в линию. Прям в карту. Басы хорошие. Басист нормальный тоже. Поэтому... Шикарно. Спасибо. Да. Это, конечно, никто не мог даже подумать, что там 15 даже лет назад, ну 20 лет назад, что такое когда-то станет возможно. То есть я вчера записал песню в Бангладеш, находясь там просто в лесу вообще, в Киевском. Я живу рядом с Борисполем, там недалеко сейчас остановился. Просто в лесу в Сосново. И сидишь вот так записал песню, и через 20 минут человек получил ее в Бангладеш и переслал тебе бабки. Круто. А все, такого не было раньше. Теперь есть. Да. Да. Конечно. Вот, это, кстати, первый раз в жизни, когда еще до окончания. Да, да, да. Прекрасно. Не по сценарию. Спасибо вам большое. Смотрю. Хорошо. Удачи. А куда он? А, в Кривой Рог. Класс. Ну, если есть еще вопросы, я на них отвечу. Если нет, я бы, в принципе, начал отдыхать потихонечку. Ну, давайте, давайте. Ну, интересно то, что вы говорите, сейчас есть интернет, да, и есть возможность учиться, и пониматься, и бывает больше людей, интересно, да. В то же время, как бы, намного больше вот эта информация, намного больше музыкантов бывает, и как среди этого, как бы... Да, прекрасный вопрос, очень логичный. Это действительно... То есть, у интернета есть две стороны медали, хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что теперь все как на ладони, любая информация доступна. Опять же, раньше такого не было, нужно было искать какие-то диски там, заказывать, все это было нелегально, из-под полы и так далее. Ну, вообще давно, да, когда люди учились играть, вот особенно в этих, на наших территориях. Теперь это гораздо проще, но появилось такое огромное количество всего, что очень сложно выбрать настоящее, да. И второй момент заключается в том, что очень многие... Сейчас вообще, вы знаете, что официальная статистика, я недавно об этом узнал, просмотров роликов на YouTube составляет, то есть, среднее время составляет 10 секунд. Это то, как люди теперь смотрят информацию вообще. То есть, вообще никто ничего уже не смотрит. Целиком. Вот от начала и до конца. Вообще. Поэтому появился Instagram с 15 секундами. Это вообще... Ну, для меня это полный бред, например. Я так и не могу. Вот эта быстрая информация, а в итоге ничего не остается, какая-то пустота на самом деле. Раньше, помните, у всех были там видеокассеты, которые затирались до дыр, вообще любимые какие-то концерты. Теперь это все вот в таком огромном количестве. И это все обесценилось из-за того, что в таком огромном количестве и доступе в свободном это все пребывает. Вот. Очень сложно, конечно, среди всего этого многообразия выбрать полезное. А очень много плохого, конечно, в интернете тоже. Потому что теперь, опять же, чего раньше не было. Если ты был никем, как бы, да, грубо очень звучит, но тем не менее. У тебя не было никакой возможности заявить о себе. А теперь она есть у каждого. Вот. Вот в чем разница. И поэтому, да. Не знаю, для меня просто не стоял этот острый вопрос, что выбирать, потому что я все-таки рос в период, когда не было еще интернета. Вот когда основная информация закачивалась в меня. Тогда были еще видеокассеты и аудиокассеты. А интернет появился уже, когда я более-менее научился играть. В 2005, да, году примерно появился YouTube. Когда он появился? Не помню точно. Массово, да. Вот. Я к тому моменту играл уже пять лет и играл довольно серьезно. И потом, соответственно, из-за того, что я познал вот эти азы и какой-то фундамент, я уже не распылялся на какое-то, на что-то, на что не стоит распыляться. На что-то, что не заслуживает внимания. Вот. Не знаю, я не могу коротко на этот вопрос ответить. Просто есть все-таки классика, есть столпы. Если вы хотите играть джаз, узнайте. Да, вот важный момент. В каждом жанре важно знать историю и важно знать, откуда растут ноги. важно знать корни, с чего все началось. Вот тогда, в принципе, не будет этого вопроса, как типа выбрать. Потому что, там, если вы джаз хотите слушать, это, ну, как минимум, Джон Калтрейн, Майлз Дэвис, такие суперзнаковые люди. То есть, не надо начинать, там, с рэперов каких-то современных. Надо начинать именно с этих чуваков. Если это фьюжн, то это, естественно, Везерепорт. В первую очередь, например. Ну, и, собственно, и Майлз Дэвис тот же, который суперэкспериментатор был. Вот. То есть, а сейчас появилось огромное количество гитаристов, которые даже не знают сути и не знают истоков. Они вообще не знают этой музыки. Я с огромным, с большим количеством музыкантов общаюсь часто, каждый день почти. И многие не знают ничего сейчас. Вот это удивительно. При том, что все есть и все доступно. Но никто ничего не знает. А раньше знали. У меня абсолютно такое же мнение. При этом я совершенно не возбраняю, когда... Есть люди, адепты вот только джаза. Мы даже называем их джазовая полиция в шутку. То есть, они не признают ничего больше, кроме музыки. То есть, есть люди, я знаю таких, которые говорят, музыка после 60-х умерла. Нет музыки после 60-х годов вообще. Просто нет ничего. А то, что есть, оно вообще не достойно никакого внимания. Я, конечно, с этим не согласен. При этом это все имеет право на жизнь. При этом такие люди с такими суждениями могут быть очень серьезными исполнителями. То есть, это не обязательно, они плохие. У всех разные мнения совершенно. Я, конечно, предпочитаю быть open-minded. Мне нравится слушать все. И я действительно искренне люблю все жанры, кроме плохих. Кроме шансона. Русского. Не французского, а русского именно. Это разница. Я люблю и металл, и джаз, и рок. Ну, я все люблю, действительно. И все могу понемножку уж точно, как бы, могу все это поиграть. Вот, я так люблю. А некоторые так не любят, и ничего в этом страшного нет. То есть, каждый должен выбрать свое. Да, то есть, нет правильного, единого правильного мнения. У меня такое, у других, все имеет право на жизнь. Я, ну, вот осуждать все-таки, я не очень, я не очень разделяю это вот все-таки джазменов. Или рокеров, наоборот, которые ненавидят джазменов, например. Я сам таким был, потому что я джаз вообще не понимал, когда я начал урок слушать. А джаз, я думал, это вообще какой-то бред. Абсолютно логичный, лишенный вообще какого-либо смысла. Потом я понял его и полюбил. Но я против того, когда люди говорят, вот это, типа, плохо, это говно. Нет, это не может, это тебе не нравится, это твое субъективное мнение. Но есть люди, которые не говорят так, нет, это не мое мнение, это просто говно. Но нет, это не так, конечно. То есть, я против вот этого, когда агрессивная такая позиция. Ты можешь любить все, что угодно, но уважать ты все-таки должен, я считаю. То, что стоит... Например, я, честно могу сказать, я не люблю Битлз, никогда не любил. Но я всегда, я никогда не скажу, что это плохо или... То есть, я знаю, что это гений, я понимаю, что они гениальные. Просто это не мое, действительно, я не люблю эти песни. И ничего страшного. Но я всегда признаю, что это великая группа. А многие люди, которые не любят что-то, они не признают, что это было... То, что они не любят, на самом деле, могло быть чем-то очень серьезным, достойным и великим. Друзья, если, в принципе, уже, наверное, такое... Самые стойки достояли до сегодня, выдержали, молодцы. Большое, огромное спасибо Антону. Спасибо вам, что пригласили, огромное. Ему уже нужно отдыхать, он уже устал. А вы молодцы, держались до конца. Спасибо вам, что пришли, огромное, да. Супер. Очень приятно, спасибо большое.